Ну а президент Казахстана Нурсултан Азарбаев дал интервью телеканалу «Россия-24». В ходе беседы глава государства ответил на вопросы об истории строительства Астаны и рассказал о ходе развития зеленой зоны вокруг столицы Казахстана. Если говорят, хочешь посадить дерево, посади его 20 лет до этого. Если ты это не посадил, сегодня посади. Так что это никогда не поздно. Лес – это совсем другое дело. Город – да, но лес вокруг города, внутри города – это что-то очень большое, это забота. Легкие города, очистка города – это кислород города. Правда, ЮНЕСКО посчитало, что казахстанские степи дают кислорода больше, чем любой лес огромный. Я сам не знал, что растения в степи, травы, многотравия, она дает колоссальное количество кислорода. То есть две трети кислорода всей Центральной Азии дают казахстанской степи. Ну а лес – это украшение, красота. Нурсултан Азарбаев изложил корреспонденту российского телеканала цели миротворческой миссии страны, а также сообщил о результатах деятельности Казахстана по урегулированию конфликтов в мире. Украину хорошо знаю. Мне кажется, я душу украинцев даже знаю. Я там учился, у меня много друзей до сих пор. И считаю, что это добрый, очень красивый народ, который много пострадал в своей истории и хочет жить в мире. И Россия такая же. Это же, ну сколько мы знаем, это же почти один народ. Братские страны, общая культура, общие беды. Воевали вместе, страдали вместе, голодали вместе. И это все нам всем нужно было бы в постсоветском пространстве. Вдруг разрылся такой скандал. Поэтому я предложил свои услуги. Приехал в Киев. После Киева был в Дерлине. Потом с госпожей Меркел мы говорили на эту тему. Потом французский президент приехал сюда. Я попросил Владимира Владимировича встретиться на его обратном пути в Москве. И встретились. Потом я приехал в Москву. Вот так челнок я сделал. В результате этого получилась встреча в Минске. Эта встреча должна была состояться в Астане. Все это согласовали. Но поскольку в этот момент в Европе шли какие-то процессы, и вот этим европейцам надо было там. Мне Меркель звонит. Ты нормально воспринимешь, если мы поближе в Минске? Я говорю, ну какие возражения? Суть важен, а не где это? Поэтому я туда приехал. И впервые тогда состоялась личная беседа президента России и президента Порошенко. Мне казалось, если сесть за стол переговоров, можно эти вопросы решить. И истоки откуда, почему это получилось, я хорошо знаю. Но все равно любая война заканчивается миром, правда?